Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Тема дня». 22 июня – памятная дата для нашей страны. И сегодня в студии мы будем говорить о вкладе Ульяновской области в общую победу. У нас сегодня в студии ГТРК «Волга» кандидат исторических наук, директор архива новейшей истории Ульяновской области Андрей Пашкин. Здравствуйте, Андрей Геннадьевич. Добрый день. Всем ульяновцам прежде всего известно то, что наша область сделала большой вклад, работая на промышленных предприятиях. Патронные заводы, швейные фабрики, моторный завод, который в то время выпускал автомобили ЗИС. Но вы уже открыли и новые факты вклада в эту общую копилку гражданского населения, которые по зову сердца отдавали часть своего заработка. О чем говорят цифры, о чем говорят статистика, о чем говорят факты? В первую очередь, конечно, трудовая доблесть и звание города трудовой доблести, которое присвоено Ульяновску, оно отражает как раз многофакторность этого подвига. То есть, огромный состав тех добрых дел и нужных дел, которые сделали жители нашей Ульяновской области. В последнее время огромный интерес и у меня лично вызывал вопрос о том, как же действительно наши жители нашей области помогали действующей армии. Вопрос был далеко не праздный, потому что, когда мы готовили справку как раз для присвоения города Ульяновску звания города трудовой доблести, отдельные вопросы были у ней рассмотрены. Но, как оказалось, история, она всегда требует, в том числе и математических методов исследования. Говоря коротко, какие существовали виды помощи? Все мы знаем, это возносы в фонд обороны, это государственные займы, займы обороны, это денежно-вещевая лотерея, доходы от которой также шли на нужды фронта. И переложив на сегодняшний момент те цифры, которые нам известны на количество жителей города Ульяновской, Ульяновской области, сегодня я могу сказать о том, что ежегодно от 30 до 40 процентов своего заработка взрослый трудоспособный человек добровольно отдавал на нужды фронта. То есть это была огромная финансовая поддержка. Это было как в виде просто взносов фонд обороны. Это были взносы на строительство определенных видов вооружений, то есть танковых колонн, эскадрильи, самолетов. Но, тем не менее, сегодня, если удуматься, я полагаю, конечно, это колоссальные цифры. И насколько на сегодняшний момент позволяют говорить вообще в целом документы всего Советского Союза, то десятая часть бюджета страны в годы Великой Отечественной войны – это добровольные пожертвования граждан. Еще надо учитывать, что ситуация была очень сложной, ведь нужно было купить продукты, которые не так легко было достать, одежду детям. Вот сегодня надо говорить о том, что, конечно, уровень жизни был намного ниже. Во-первых, лимитированное снабжение в городах. Все, что продавалось по рыночным ценам, стоило баснословно дорого. То есть примерно на зарплату рабочего по рыночным ценам можно было купить 3-5 килограмм мяса. Вот все, на что она уходила. Поэтому и, самое главное, этих продуктов еще было мало. Говоря об одежде, и особенно о теплой одежде, обуви, ее всегда не хватало. И очень часто мне подались воспоминания рабочих, молодых рабочих, можно сказать, подростков, которые не уходили с работы домой просто по причине того, что у них не было теплой одежды. Они были вынуждены ночевать в цеху. И вот на фоне всего этого нужно себе представить. Ведь был еще один вид помощи – сбор теплой одежды на фронт. Был такой момент, и все четыре года войны население собирало ватные куртки, шинели, брюки. Активно вязали носки на фронт. Кстати, носки – это первый вид помощи, который отправился из Ульяновской области в действующую армию еще в июле, надо вдуматься, в июле 41-го года. И далеко ведь не у всех эти теплые вещи были. Да, я как раз хотел сказать, что люди отдавали последние. Люди отдавали последние, а когда не было, как, например, поступала партийная организация Ульяновского винзавода и коллектив этой фабрики. Ну, действительно, у людей не было теплой одежды, поэтому что они собирали деньги и по рыночным ценам закупали эту теплую одежду и отправляли ее, опять же, на фронт. Вот. И поступало туда большое количество, порядка за зиму 41-42-го годов, только с территории нашего города Ульяновска, включая Заволжский район, было передано в действующую армию порядка 50 тысяч единиц теплой одежды, исключая всякую мелочевку. То есть это куртки, это брюки теплые, это шинели, вот, где-то шубы, полушубки, овчины. То есть вот такой момент тоже был. И он, естественно, действующей армии помогал очень сильно. Это действительно подвиг. В голодном состоянии находишься сам, и еще треть своего заработка отдаешь на фронт. Ну, и, наконец, еще надо помнить о том, что были и продуктовые возносы. Вот. Фонд обороны принимал продукты питания, продукты сельского хозяйства. Вот. Опять же, в действующую армию собирали подарки. Вот. К праздникам. Да, к праздникам. Они, что называется, в городской и в сельской местности немного отличались. Потому что в сельской местности в основном это были продукты собственного производства, которые долго хранились, сало, копченое, консервированное мясо. Вот. Очень часто в списках встречаются вареные и жареные куры. Вот. То есть то, что, в принципе, конечно, сельчанин на своем столе видел очень редко. Вот. А в городах, опять же, собирали деньги и закупали, направляли фабричные продукты питания. Печенье, сливочное масло. Но обязательным атрибутом везде был вышитый руками кесет и письмо. И вот у меня, например, есть в динамике, когда собирались подарки, с 12 по 23 февраля 1942 года в городе Ульяновске. И эшелон с подарками составил примерно 8 вагонов. 8 вагонов. 8 вагонов. Вот. На тот момент, ну, представьте себе, это действительно много, это порядка 30 тысяч подарков, которые получили бойцы. Ну, естественно, в этих подарках были письма, так завязывалась переписка между людьми. И это тоже немалая составляющая помощи действующей армии. Еще один малоизвестный и малоозвученный факт о том, что из фронта сюда приходило обмундирование, но уже то, которое требовало элементарной стирки и ремонта. Да, естественно, что если летнюю одежду в условиях фронта можно было как-то постирать, починить, то, естественно, от многомиллионной армии зимнее обмундирование в полевых условиях чистки и ремонту почти не подлежало. Его объемы были громадными и начиная с 1942 с лета и вплоть до середины 1944 года жители Ульяновской области занимались стиркой и ремонтом фронтового имущества. Для этого никто не создавал никаких условий. Прачечных вы имеете в виду? Нет, прачечных не было. Можно было прийти на склад Государственного комитета обороны, либо в городах это были жилищные управления, в сельской местности, сельсоветы, куда каждый желающий мог прийти, взять несколько вещей, постирать их. Ему выдавали небольшой кусок хозяйственного мыла, которого предписывалось нарезать тоненькими кусочками, сделать своеобразный раствор. Вот в этом растворе постирать, высушить, где-то, если что-то порвалось, зашить. И, соответственно, сдать обратно уже в готовом виде комиссии по приему. И тоже есть цифры объема? И тоже есть цифры объема. Я точно знаю, что в 1942 году жители Ульяновской области отстирали порядка 400 тысяч вот таких вот единиц обмундирования. А что это было? Это были ватные куртки, ватные брюки и шапки. Ну, тогда они назывались триух, ныне шапка-ушанка, мы так называем. То есть, вы сами понимаете, для стирки крайне неудобная вещь. Ее тяжело отстирать, еще тяжелее ее грамотно высушить. Особенно учитывая, что они или из окоп, или из танков с мазутом. Да, было такое. И вот каждый год такое количество, если мы посмотрим на жителей города Ульяновска на сегодняшний момент, это где-то порядка 200 тысяч населения всего. То есть, в среднем, если мы разделим 400 тысяч, вот примерно две вещи, каждый ульяновец выстирал. И были свидетельства, когда это делало не только взрослое население, к этому подключались и молодежные организации, и учащиеся школы. То есть, все работало на нужды фронта. То есть, если человек не мог помочь фронту продуктами или материально, то он просто брал и стирал вещи. И таким образом вносил свой вклад в нашу победу. Да, обязательно. Ну и еще есть один такой, скажем так, момент, который тоже сегодня мало исследован. Это помощь освобожденному территории. Да, когда она началась? Она началась непосредственно зимой 1941 года, когда победоносно завершилась московская наступательная операция, и войска были отброшены от города Тулы, то ульяновцы оказали, скажем так, высказали желание оказать помощь городе Тулу. И, насколько сегодня известно из документов, полностью были установлены 10 детских домов Тульской области. Что значит полностью установлено? Это значит, что по линии местных органов власти был направлен строительный материал, было направлено питание в каком-то, ну, скажем так, то, что требовалось. Но при этом в этом участвовали и жители города. Они собирали весь домашний обиход, библиотеки, также все, что требовалось, одежду для детей, обувь. То есть, эта помощь была собрана, надо сказать, примерно где-то чуть ли не за неделю. И, кроме того, ульяновцы отправились восстанавливать эти детские дома, они отстраивали их. Строительные бригады? Да, строительные бригады, которые формировались из лучших представителей комсомола города Ульяновска. То есть, вот это первый такой момент. Их таких моментов было много. Достаточно сказать, что для восстановления города Мозыря жители Ульяновской области собрали эшелон, который состоял из 67 вагонов. И это, опять же, было то, что люди отрывали от себя. Это предметы домашнего обихода, которых было не так много. Это та же самая одежда, обувь, продукты, питание. Восстанавливали колхозную систему Курской области. И восстанавливали каким образом? Семена и крупный рогатый скот. Направлялись туда. Да, направлялись туда. Их передавали сельхозартели. А вот птицу, мелкий скот, продукты питания, одежду, предметы домашнего обихода. Все это собирали сельские труженики Ульяновской области. И вот таких фактов огромное количество. Ульяновцы отметились помощью в Сталинграде. Как я уже сказал, устанавливали город Мозырь. Отдельные поселения в Краснодарском крае. То есть, все это было. И вот такая активная помощь была не только действующей армией, но и восстанавливающимся территориям. Мы прекрасно знаем уже из старых газет, не только из документов. Этот подвиг действительно освещался. О том, что 70 ульяновцев поехали устанавливать Сталинградский тракторный завод. Мы поехали не просто так. Они везли с собой все, что было необходимо для этого восстановления. Это вот такая небольшая иллюстрация к отдельной составляющей трудового подвига жителей нашего города Ульяновской области. Давайте еще разберем тот факт, кто оказывал эту помощь. У нас на площади 30-летия Победы совершенно не случайно стоит памятник, где есть женщина и дети. Именно на их плечи выпала вот вся эта ноша, которую они с честью выдержали. На сегодняшний момент, если посмотреть возрастной состав рабочих ульяновских предприятий в годы войны, предприятий города Меликеса, то есть почти всей промышленности, то мы увидим, что процент молодежи, а еще выше процент несовершеннолетних подростков, он в ряде случаев доходил до 50%. Очень хорошо работала система школ ФЗО, ремесленных училищ. Но, тем не менее, вот такой аспект, что доля труда несовершеннолетних, она была очень высока. 14-15 лет? 14-15 лет. И в документах очень часто появляется документ в виде обращения бригад, вот таких несовершеннолетних рабочих. Они, кстати, запечатлены на фотографиях. Эти фотографии есть на нашем монументе города трудовой доблести, и это реальные исторические люди. Так вот, надо сказать о том, что законодательно труд несовершеннолетних был ограничен шестью часами. А насколько мы помним от первого указа военного времени, то есть в промышленности для людей трудоспособного возраста был спокойно установлен 12-часовой рабочий день. Того требовали обстоятельства. И вот эти ребята, которым вот-вот только исполнилось 14 лет, сегодня это время получения паспорта и осознания своей гражданственности, они писали в райкомы партии, в райкомы комсомола о том, что мы... В десяти поправки. Да, мы просим для нашей бригады установить режим рабочего времени, как для взрослых людей. 12 часов. То есть вот такой момент был. А почему говорю, что действительно это исторические личности? На одной фотографии мы прекрасно знаем, там изображена бригада литейного цеха. У нее был бригадир Беднов, которому на тот момент было 15 лет. Бригадир Беднов 15 лет. Бригадир Беднов 15 лет. И во время обеденного перерыва он читает в своей бригаде газету. И вот таким образом его запечатлели. И там весьма очень хорошо видны даже не юношеские, а детские лица. Во-вторых, это акварель, оставленная Владимиром Марковниковым, который пошел работать вместо своего брата на завод номер 280. Брат ушел на фронт. И Владимир Марковников, мало того, что работал на заводе, он еще и успевал при таком графике рабочем посещать Ульяновский дом пионеров. Художественный кружок, в котором он и нарисовал эту акварель. И вот на этой акварели, опять же, очень хорошо видно о том, что как они стоят на ящиках, потому что не дотягиваются до станков. И там же нарисованы фигуры спящего соратника Марковникова. То есть вот такой момент. Это помимо всех тех воспоминаний, мемуаров, которые оставлены, есть еще и такие свидетельства, которые невозможно оспорить, которые являются прямым доказательством трудового подвига абсолютно всех возрастов. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Я напоминаю телезрителям, что сегодня в программе «Темы дня» участвовал кандидат исторических наук, директор архива новейшей истории Ульяновской области Андрей Пашкин. И мы говорили о вкладе ульяновцев в великую победу. Спасибо за внимание и всего доброго. Я вас очень люблю и готов повторять это. Извините. Кино по выходным. Как же интересно ты живешь. Притворяться серой мышкой, а самой всем крышу сносить? Плата за двойную жизнь. Всегда по двойному тарифу. Что случилось? Я не знаю, я вышла, она просто лежит. Может, забыл, кто ее отец? Человек, который убьет любого, кто причинит вред его дочери. Тише. Она же у меня хорошая очень девчонка. Одна беда красивая, а все красивые в опасности. Наконец он нанял частного детектива. С каждым шагом мы зарываемся все глубже и глубже. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ ПРЕМЬЕРА В субботу в 21.00 на канале Россия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ